Здравствуйте! Сегодня поговорим о электроинструменте, а именно о электрорубанке. Электрорубанок строгает за счет вращения барабана, на котором закреплены два ножа. В зависимости от мощности модели, ширина барабана варьируется и может достигать до 110 мм в полупрофессиональных моделях. Конечно, чем шире барабан, тем лучше, поскольку возрастает и ширина обрабатываемой детали. Ножи можно снять для их последующей заточки. Живой барабан расположен внутри корпуса электрорубанка на опорной плите. Опорная плита состоит из неподвижной задней части и подвижной передней части. Высоту передней части можно регулировать. Именно эта регулировка отвечает за глубину съема древесины при строгании. Глубину можно выставить вплоть до 4 мм. Первое, с чего нужно начать строгать древесину, это с надежного устройства рабочего места. Поверхность стола должна быть ровная и устойчивая. Обрабатываемая деталь должна быть надежно закреплена. Можно притянуть суркциной как саму деталь, так и другой брусок, в который уже будет операться деталь. В моем случае бруски были очень длинные, поэтому я применил первый вариант. Второе обязательное правило, проживание как для другого электроинструмента. Произвести осмотр на наличие повреждений. Проверить нет ли сколов на корпусе, хорошо ли происходит вентиляция электродвигателя. Перед началом работы дайте поработать инструменту на холостом ходу. Убедитесь в том, что нет посторонних звуков. У электрорубанков при строгании древесины всегда страдает кабель питания. При достаточно энергичной работе с электрорубанком кабель по инерции залетает между рубанком и обрабатываемой детали. После чего ножи рубанка снимают изоляцию с кабеля. Придерживайте электрический кабель рукой, для того, чтобы он не попал под лыжу у банка и не зацепился за заготовки. Перейдем непосредственно к строганию. Перед началом дайте прибору развить максимальную скорость, в противном случае двигатель будет испытывать перегрузки. При начале строгания на обходе на деталь нужно зафиксировать переднюю платформу электрорубанка так, чтобы она не ходила ни влево, ни вправо. Это позволит избежать кривизны детали и полос по длине. Если ширина рубанка меньше ширины доски, хорошо прижимать необходимо для того, чтобы не было ступеньки в тот момент, когда нож будет входить в древесину. Соответственно, для того, чтобы ступеньки не было в момент окончания проводки рубанка, нужно прижимать его заднюю часть. Перед тем, как положить инструмент, дождитесь полной остановки вращения барабана или ставьте так, чтобы барабан останавливался на весу. Для того, чтобы ножи электрорубанка не тупились, избегайте строгания по гвоздям. Старайтесь двигаться равномерно, предвосхищая движение рубанка. Так, к примеру, на сучках или неоднородностях древесины электрорубанок может изменить скорость или вектор движения. Не пытайтесь освободить рубанок от стружки с помощью пальцев, а используйте деревянный клим или палку. Жмите подписаться и на колокольчик для уведомления о выходе новых серий. Субтитры сделал DimaTorzok